И работы у участников субботника будет много. Все потому, что мусор уже давно стал неотъемлемой частью городского ландшафта. И кажется, что исправить эту ситуацию уже невозможно. Но возможно хотя бы над ней посмеяться. Этим сегодня и занялась наша съемочная группа, составив крайне необычный рейтинг. Смотрим. Всем привет! В эфире традиционный щит-парад. И сегодня мы специально для вас составили рейтинг самых грязных мест Иркутска. Ну что, полетели? Традиционное место в нашем рейтинге занимает общественная дрифт-площадка. И летом, и зимой здесь собираются любители автомобильных развлечений. Ребята на красивых машинах под визг мотора дают угла. И оставляют после себя отходы. Примечательно, что мусором забиты только центральные тары. Как, например, в это время самые дальние емкости пустуют. Здесь в буквальном смысле можно почувствовать себя, как будто в американском гетто. Осталось только поджечь этот мусор и включить гангстарэп. Но мы, само собой, делать этого не будем. Кстати, любопытная деталь. Основная часть мусора здесь бутылки. Надеемся, что остаются они только после зрителей. Еще одно место, которое попало в наш щит-парад – двор на пограничном переулке. Жители двора, видимо, перепутали его с уличным рынком. И поэтому на деревьях можно подобрать себе весьма модный гардеробчик. Только посмотрите, футболка. Не хотите футболку? Ну или костюм спортивный в стиле 90-х. Но, судя по его цвету, он давно уже здесь висит. Пора уже обновить как-то гардеробчик. Ну а мы пойдем дальше, потому что, не дай бог, что-то упадет еще на голову. А вы знали, почему в сильные ливни Иркутск погружается в воду? Нет, ответ на этот вопрос оказался прост. Все потому, что ливневки забиты мусором. Конкретно в этом дворе, в ливневых канализациях, жители складируют отходы. А их аромат доносится в открытые окна. Вот, посмотрите. Отсутствие чистых ливневок, а, соответственно, нормальных, сухих. Дорог во время погодных осадков также попадает в наш щит-парад. Ну а закончить щит-парад грязных мест в Иркутске хочется на этом живописном месте. Желающим уединиться здесь с природой и подумать о чем-то о своем, придется разделить это место с отходами. Они валяются здесь повсюду. Здесь лежат и пластиковые бутылки, и контейнеры, и даже одежда. Все это, по всей видимости, оставили здесь отдыхающие ранее люди. И кто знает, может быть, сейчас они ходят раздетые и голодные. А впереди-то морозы. Ладно, не будем о грустном. Повторять за ними мы точно не будем. А лишь пройдемся вдоль ангары, вот так, и закинем удочку надежды. На то, что в скором времени здесь станет чисто. Кристина Черкова, Павел Рютин. Новости по будням.